В наш век прямого доступа к интернету новости становятся доступными для широкой общественности практически мгновенно. Но хорошо ли это? Ученые утверждают, что этот бесконечный поток новостей вреден для нас, потому что результатом их чтения являются агрессия и страх. Непрерывный поток новостей мешает реализации творческого потенциала и лишает способности мыслить глубоко. Средства массовой информации кормят нас фактами, которые не заслуживают нашего внимания и на самом деле нас не касаются. В отличие от чтения книг и длинных статей, над которыми нужно размышлять, этих пустых новостей мы можем проглотить огромное количество. Хотя чем меньше мы их, так сказать, потребляем, тем для нас лучше. Новости токсичны. Они постоянно действуют на нашу лимбическую систему, которая участвует в регуляции функций внутренних органов, эмоций, памяти, сна и бодрствования. Панические истории стимулируют повышение уровня кортизола в крови. Это приводит в беспорядок иммунную систему, а организм оказывается в состоянии хронического стресса. Новости искажают реальные факты, благодаря чему мы становимся излишне самоуверенными. Глупо рискуем или же наоборот недооцениваем свои возможности. А наш мозг жаждет истории, даже если они не соответствуют действительности. Новости подобны вирусам, которые крадут наше внимание. Новости серьезно влияют на память, так как нарушают концентрацию и ослабляют понимание. Вследствие чего уменьшается количество думающих людей. Новости вырабатывают зависимость. Узнав о каком-либо происшествии, мы хотим узнать, и чем оно закончится. Помня о сотнях сюжетов из новостей, мы все меньше способны контролировать свое любопытство. Чем больше новостей мы потребляем, тем больше тренируем нейронные цепи, которые отвечают за поверхностное ознакомление и выполнение множественных задач. При этом игнорируем те, которые отвечают за чтение и сконцентрированное мышление. Большинство любителей новостей, даже если раньше и были заядлыми читателями книг, потеряли способность читать большие тексты. После 4-5 страниц они устают, и у них исчезает концентрация, и появляется беспокойство. И это не потому, что эти люди стали старше. Просто физическая структура их головного мозга изменилась. Подавляющее большинство новостей рассказывает о вещах, на которые мы повлиять не можем. Ежедневное повторение того, что мы бессильны, делает нас пассивными. Новости перемалывают нас, пока мы не примем пессимистическое, бесчувственное и фаталистическое мировоззрение. Этому явлению уже придумано название «заученная беспомощность». И, наконец, то, что мы уже знаем, ограничивает наш творческий потенциал. Это одна из причин, почему математики, писатели и композиторы часто создают свои самые лучшие работы в молодости. Так что, если вы хотите быть здоровыми и сохранить свой творческий потенциал, не читайте новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!